Проблемы с котельной начались еще в 2007 году. Она многократно передавалась из рук в руки. Сначала числилась на балансе ТСЖ-центр, затем отошла к застройщику строительной компании «Приток». После и вовсе в частные руки ее купил бизнесмен Дмитрий Трифонов. С домом работала управляющая компания «Техрембытсервис», связанная с тем же Дмитрием Трифоновым. Таким образом, жильцы дома оказались заложниками финансовых махинаций и долгового коллапса, в котором долги самих жителей ведущую роль не играли. Фирма перестала платить за газ, который котельная получала от Межрегионгаза. Поэтому договор с ней был расторгнут. 29 сентября котельную поставили на баланс РМПТС. Не работал теплопункт как надо. Там гул стоял. Три года стоял. Я три года боролась. Гул там все было менять. Со слов жителей горячего водоснабжения, отопления не было более суток, до 24 октября. Ранее жители пострадавшего дома не раз обращались в городскую администрацию для решения проблем с подачей тепла и горячей воды. 3 октября глава администрации после встречи с жильцами поручил соответствующим структурным подразделениям до 20 октября решить проблемы горожан. Тепло же к дому подвели. Спустя полгода, как жильцы били тревогу, и сразу же после того, как трагедия уже случилась. Тепло к этому дому подводят в кратчайшие сроки. Только за одну ночь сотрудники РМПТС подключили дом к центральной системе отопления. И уже сейчас завершают дорожные работы. Следователи изъяли документы в рязанских газовых и теплоснабжающих службах, многофункциональном центре и ТСЖ. Продолжают сочные ставки допроса жильцов, сотрудников проектных организаций. Уже приступили к допросу жителей дома, сотрудников коммунальных служб, управляющих организаций. Также уже изъяты необходимые документы, которые позволят пролить свет на обстоятельства произошедшей трагедии. Расскажут нам о состоянии дома, о состоянии его газоснабжающей системы. Помимо этого уже назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы по потерпевшим. Будут проводиться взрывотехнические экспертизы. Статья, по которой возбуждено уголовное дело о взрыве дома в осеннем переулке, формулируется так. Производство, хранение, перевозка, либо сбыт товаров и продукции, выполнение работы или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Однако не успело следствие стартовать. Власти уже возложили ответственность за взрыв на самих пострадавших, по крайней мере в информационном поле. По версии СМИ, мужчина закурил в квартире эпицентра взрыва. Только откуда там оказался газ? Дело в его концентрации – утечки именно в этой квартире или особенностях построенного дома. Это должно очень много его прийти, чтобы некуда им было уйти. То есть, вот, я говорю, закрытое пространство. То есть, с улицы ничего у нас не поступает, все закрыто. Он сам поступает. Может быть, из коммуникации, из неисправных газовых приборов, из открытых газовых приборов. Установка индивидуального газового отопления стала единственной возможностью не замерзнуть жителям этого дома. В Резайрегион Гази подтвердили официальный факт установки подобного оборудования в двух квартирах. Но взрыв, как известно, произошел в квартире на 10 этаже, а котлы были введены в работу только на первых двух. Четыре квартиры получили разрешение на перевод на автономное отопление. Две квартиры в нижних этажах сделали монтаж, а две квартиры получили разрешение, получили акты ввода, но подключения к газу их не было. Вот и получается, что жители били во все колокола, ходили на личные приемы, писали заявления в органы власти, обращались в прессу. Не заметить проблемы было невозможно. Спохватились, к сожалению, слишком поздно. Жизни погибших уже не вернуть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова